Предлагаем свою версию текущих событий не совсем с обычной стороны. Но прежде еще раз подчеркнем, что это версия, которая построена не на знании конкретных цифр или действий, а наоборот, их незнании. Скажем так, если мы рассматриваем то, что развивается на передке с тактического или оперативного уровня, то не зная расстановки сил, ничего не получится. С другой стороны, если таковая окажется на руках, не получится еще в большей степени, потому что в таком случае все это придется засветить. А такое без вреда для дела можно делать только постфактум. А вот стратегический уровень доступен для рассуждений, потому что здесь вполне можно обойтись без общих цифр и оперировать исключительно возможными замыслами. И тут мы озвучиваем два базовых принципа, на которых построена данная версия. Первый – классический. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Второй – если это большое, как слон, серое, как слон и выглядит, как слон, то это слон и есть. По первому пункту, однако, следует уточнить, не будем считать себя великими стратегами, к тому же, не наблюдая за полем боя со стороны и ничего не зная о ходе событий. Ну а второй принцип как раз и показывает то, вокруг чего будет строиться гипотеза. Мы считаем, что ВСУ ДФАКТА уже входит в пятерку самых мощных армий мира и вот почему. История знает массу случаев того, когда более массивная армия и часто совсем неплохо оснащенная относительно противника проигрывала вчистую или вообще сдавалась. Но вот представим себе, что кто-то взялся оценить мощь этих двух армий и присуждает более высокое место более массивной армии. А буквально через пару дней она терпит сокрушительное поражение от менее оснащенной и массивной армии. Как теперь мы оцениваем их мощь? Очевидно, что оценки изменятся кардинально, только вот ничего особенного между этими двумя оценками не произошло, кроме самой битвы. Это значит, что критическими показателями были не количественные данные, а что-то другое. Вдруг оказывается, что меньшая армия ведет себя настолько уверенно и даже нагло, будто ее вообще не трогает превосходство противника и более того, именно это качество и уверенность противника в собственной мощи становятся для него фатальными. И вот ВСУ сейчас ведут себя так, будто изначально они были ведущими в этой партии. И тут мы сразу выходим на уровень стратегии, а именно на то, какая конечная цель поставлена перед ВСУ. Мы этого знать не можем в принципе, но уже не раз рассказывали о том, что враг должен быть разгромлен в каком-то изюмском стиле, а не выдавлен как в Херсонском. И это понятно, потому что в таком случае мы будем иметь ситуации двухсотлетней давности, когда Наполеон несколько раз громил войска русского царя и его союзников, но не окончательно. И все повторялось снова. А все потому, что только разгром и развал могут поставить точку на этой кровавой карусели, никакая капитуляция, тем более молчаливый уход не помогут. Польша в курсе. Разгромив Красную армию во время ее польского похода, но не добив до конца, она получила советскую оккупацию в 1939. А для того, чтобы получить нужный эффект, надо нанести полное поражение всей боеспособной армии противника, для того, чтобы это имело разрушительные, не только военные, но и политические последствия для него. И здесь имеется два основных варианта. Бить его на своей территории или на его собственной. Казалось бы, очевидно, что второй вариант более предпочтителен. Только территория у него огромна и даже с точки зрения поддержки логистики своих войск уже будет большая проблема. По крайней мере для Третьего Рейха это оказалось ключевым фактором общего поражения. Тем более, когда противник сам совершил агрессию и вперся на нашу территорию. Теперь проблемы логистики у него намного более серьезны, если бы ему воевать пришлось на собственной территории. Более того, он сгребает абсолютно все, что у него есть из более-менее боеспособных войск и даже сверх того, бросает в бой резервистов и мобиков. А это говорит, что собрано все. И на самом деле, добиться именно такого результата не всегда легко. Раз уж мы тут вспомнили о наполеоновских войнах, то в 1812 году Наполеон даже не думал продвигаться вглубь России, а считал, что генеральное сражение необходимо дать прямо у границы. Он даже посылал своих офицеров для того, чтобы назначить место и время битвы, но противник несколько раз уходил от сражения и его пришлось преследовать практически до Москвы. В своих дневниках Наполеон подробно описывал разочарование от такого поведения московитов. Ну а Москва изначально ему была не нужна. Но не только московиты изматывали противника бегом. Примерно то же самое показывала армия Мао Цзэдуна. Она всю войну уходила от генерального сражения с японцами, которые тоже прямо предлагали остановиться и выяснить отношения в бою. В итоге такая техника оказалась выигрышной как для китайцев, так и для вьетнамцев. Из этого нужно и нужно делать выводы всем, кто занимается боевым планированием и понимать, что поставив все на генеральное сражение, можно все и потерять. А сама такая ставка опасна априори. И вот складывается впечатление, что ВСУ в последние месяцы аккуратно, но уверенно втягивали на уже оккупированные территории Украины все, чем располагает оккупант. Проще говоря, удалось осуществить мечту Наполеона. Враг весь здесь, и теперь начинается битва не только за освобождение территории Украины, а за гораздо большее. На кону стоит само существование Федерации и Путин уже сделал свои ставки, отступать ему некуда. И тут мы возвращаемся в начало нашего рассказа. Если вся указанная цепь рассуждений имеет стройную структуру и нигде не проваливается, то ВСУ ведут проактивную, ведущую роль в этой игре. А как было сказано ранее, вытягивать противника на генеральное сражение может только сильная сторона. И получается, что ВСУ действует именно в этой парадигме. А поскольку оппонентом является армия, которую называли второй в мире, то в таком случае, какое место должно быть у ВСУ. Но в любом случае, такие домыслы очень скоро обретут свое реальное наполнение. Ну а пока, смотрим за развитием ситуации. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»